Бум майнинга закончился, криптовалюты болтаются на дне, до поз эфира остался месяц, а значит на различных б.у. площадках, как и после первой волны шахтерства, тонны видеокарт по сниженным ценам. Но в отличие от первого раза появились новые нюансы. Майнеры стали умнее, китайцы хитрее и шанс получить кота в мешке серьезно подрос. На связи МК, сегодня поговорим, какие видеокарты не стоит брать на Али и Авито, на что обращать внимание и какие появились новые подводные камни. Поехали! И начнем с того, какие видеокарты вообще не стоит покупать. Во-первых, это Nvidia GTX 1000 и старее. Да, выглядит заманчиво за 20 тысяч урвать себе флагмана 1080 Ti, который все еще дает жару и нередко оказывается быстрее RTX 3060. Однако стоит помнить, что линейке Pascal уже 6 лет. Эти карты активно майнили и в первую, и во вторую волну. И с крайне высокой долей вероятности вас ждут ужаренная в хлам память, кипятильный GPU и скрипящие вертушки. А сама карта, скорее всего, уже была в ремонте. Я на сегодняшний день могу сказать, что покупка RX 400 и 500 линейки, так же, как и тысячной, это вообще табу. Не надо ее брать. Даже если она стоит копейки. Не надо. Почему? Потому что это своего рода старый автомобиль, который просто будет у вас постепенно выкачивать все больше и больше бабла. То есть, очень много видеокарт с прогретыми GPU, с умайненными GPU, так же, как и с памятью прогретой и умайненной, уже после нескольких ремонтов, когда там много чего заменили. Неизвестно, на какие расходники это все сажали. Или хороший там качественный был флюс, или не очень. Хороший или квалифицированный мастер, или тоже не очень. То есть, очень много неизвестных в этом уравнении, чтобы в результате можно было однозначно говорить, что это хорошая сделка. Тут многие напишут, что пару лет назад купленная 1070 после майнинга за десятку отлично работает до сих пор. Но надо учитывать, что первый бум майнинга был относительно коротким. Меньше года. И убить за такое время новую видеокарту достаточно сложно. Но вот вторая волна затянулась. Суммарно, карта могла активно копать без должного обслуживания уже три года, что чревато проблемами. В общем, забыли про GTX 1000, а про более ранние решения 900 и 700 линейки. Я вообще молчу. Брать карты десятилетней давности, нередко без драйверной поддержки, максимально необдуманный шаг. С AMD аналогично. На RX 400 и 500 серии майнили очень активно. К тому же нередко перепрошивая биос от топовой версии и дополнительно разгоняя, что отнюдь не способствует долголетию. И нет, всякие RX 470 с 4 гигами не гарантируют, что на них во второй бум не майнили. Да, эфир не покопаешь. Но есть и другие монетки, по типу классического эфира и вороны. Поэтому, увы, объем видеопамяти уже не является хоть какой-либо гарантией. Этим видеокартам также по 5-6 лет. Все они ветераны двух бумов. Оставляем их на полках майнеров. Аналогично делаем вид, что видеокарт Vega 56 и 64 не существует. Если в случае с другими карточками чипы памяти находятся отдельно от GPU, что позволяет их заменить при выходе из строя за вменяемые деньги, то вот у Vega они находятся на одной подложке с видеочипом, из-за чего ремонт представляет собой полную замену всего кремниевого комбайна. Окей, с картами, которые повидали оба бума и возможно даже доллар по 30, все понятно. Но что насчет RTX 2000 и AMD RX 5000? Таким картам может быть меньше трех лет, да и зацепили они только вторую волну. И тут пришло время поговорить о новом подводном камне, который называют GDDR6. В отличие от GDDR5, которая была достаточно холодной, новая память ощутимо горячее, а программными методами узнать об этом не всегда получается. При майнинге температура на GPU в случае с той же GTX 1660 может быть ниже 60 градусов, а вот память при этом будет потеть при 90+. И определить это через тот же GPU-Z не получится. Лишь топовые RTX имеют датчик температуры памяти и сотня градусов при майнинге на GDDR6 есть, увы, не редкость. Майнеры очень любили данные видеокарточки, если говорить про RX 5000 серию. Но вы должны помнить, что эти карты пришлись как раз-таки на 18-19 год, а именно тогда вышел тот самый неприятный инцидент с ранним микроном. Это видеопамять, которая просто-напросто шла с очень большим процентом брака. Так же, как и на Хуникс сейчас, но это ладно. В результате получалось так, что карточки могли работать от чуть ли не недели до сегодняшнего дня. До сих пор несут эти карты, где ранний микрон 2018 года ставился и на RX серию, и на RTX в том числе. Приходится менять все это дело комплектом. То есть, казалось бы, можно взять, купить сейчас какую-нибудь 2060 Super за 20+, в зависимости от состояния. Точнее, нет, не 2060 Super, а 2070 какой-нибудь, с как раз-таки ранним микроном, и попасть в результате на замену всего комплекта за 16 тысяч рублей. Стоило ли это экономии? Да я как бы и не думаю. Как итог, GDDR6 за полгода майнинга неплохо прикипает, нередко вместе с контроллером памяти в GPU. Но это не значит, что карты GTX 16 или RTX 20 не стоит брать БУ. Например, 1660 продают в крупных магазинах до сих пор, как и RTX 2060 с 12 гигами памяти. Так что, если на карту есть хотя бы год официальных гарантий, она не разбиралась, это неплохой вариант для покупки. А вот если тюринг-карте уже больше трех лет, или же на нее нет гарантии, я бы не рекомендовал ее рассматривать для покупки. Да, есть шанс, что она верой и правдой прослужит вам еще не один год, особенно если вы ее сразу обслужите и замените термопасту и прокладки. Но если что-то пойдет не так, увы, GPU под 2000 линейку стоят, как сами карты, и ремонт не имеет смысла. С AMD RX 5000 серии ситуация аналогична. Эти карты также имеют горячую память GDDR6, но, к счастью, мониторинг может ее показать. Брать такие видеокарты также имеет смысл, только при наличии остаточной гарантии и без следов вскрытия. Переходим к свежему. NVIDIA RTX 3000 и AMD RX 6000. Эти карты актуальны и массово продаются новыми, но еще больше продается их БУ. Большую часть своей жизни представители этих линеек находились в дефиците, который наложился на бум майнинга. И производители быстро смекнули, что криптокопатели будут брать любой мусор по оверпрайсу, так что огромное количество видеокарт стали делать по принципу «и так сойдет». Яркий пример — 6-месячная гарантия на RTX 3090 от MSI. А теперь плюсуем сюда, что в новые RTX и RX стали ставить еще более высокочастотную память GDDR6 и максимально кипятильную GDDR6X, при этом экономя на ее охлаждении и термопрокладках. 100 градусов в майнинге на памяти стало вполне себе нормой. Многие боятся 6000 серии NVIDIA топовых видеокарточек, потому что там GDDR6X память. Хочу заметить, что она на сегодняшний день, опять же, сугубо по моей статистике, показала себя достаточно надежно. Я сам был, так скажем, фанатом теории о том, что она будет горячей, все будет отлетать еще буквально год назад, но это не оправдалось. То есть да, безусловно, карточки приходят с проблемой по памяти, но она не настолько массовая, насколько вот с учетом того, сколько их было куплено. И тут возникает еще один подводный камень, так как стандартные термопрокладки часто плохие и память с ними греется под сотню, майнеры лезли в карты и меняли их самостоятельно, прям на полотенцах. Причем нередко по принципу «бери толще, утрамбуется». Мы уже рассказывали про криптоинженеров, которые умудрялись ставить медные прокладки и заливать все это термопастой. Более толстые прокладки могут привести к отвалу чипов, более тонкие будут охлаждать еще хуже стоковых, медные вообще могут коротнуть. Поэтому брать с авито различные RTX 3000, владельцы которых гордо пишут, что их обслужили, чревато проблемами. С другой стороны, если в карту никто не лазил, то за год-другой шахтерство и ее прокладки почти гарантированно пустили сок, а сама память, работающая при температуре под сотню, уже будет подрумяниной. Поэтому покупать такие карты можно только с остаточной гарантией и без следов вскрытия. С учетом того, что самым старым картам типа RTX 3080 или RX 6800 максимум 2 года, еще год гарантии будет железно, если карточка покупалась официально. И тут у многих возникает вполне резонный вопрос, а зачем мне брать ту же бэушную RTX 3060 за 35, если на Али можно за те же деньги урвать такую же карту новой? В результате уже неоднократно прислали карты, которые внешне в идеальном состоянии. У них есть своя гарантийная пломба, все казалось бы чинно благородно, но карта из-под майнинга и купили ее у нас люди тоже для майнинга. Она нифига не держит разгон по памяти, то есть просто начинает сыпаться. Из этого всего можно делать только один, к сожалению, неутешительный вывод, что на сегодняшний день по сути российский рынок для вот дельцов некоторых из Китая, да, возможно недобросовестных, является некой такой ямой, куда можно скинуть все эти ведюхи нафиг. Почему? Потому что бэушные ведюхи, даже перекупы, очень часто продают, но с некоторым условием, что типа, чуваки, вот как бы она придет, мы ее проверим, что она работает и забирать ее нафиг. То есть опроверяют ее иногда чисто там в каких-нибудь суперпозишн-бенчмарках, фурмарках и прочего, то есть она крутит, вертит, все, забирай. А то, что она там уже тебя в разгоне не держит нифига и как бы уже билет в один конец выписан, да, это уже никого не волнует, поэтому это всегда надо держать в голове. Но зачастую хитромудрые китайцы просто делают качественный детейлинг, отмывают, клеят дешевые пломбы, запаковывают в оригинальной коробке и продают на Али как ни бит, ни крашен только что из магазина. Да, далеко не все карты из Китая такие, но по описанию вы точно их не определите, что делает такую покупку достаточно рисковой. Прямой такой вот пример, неприятный, не с Алиэкспресса, а с Азона как раз таки купленная видеокарточка для вот такая вот красивенькая беленькая, к сожалению, у которой просто умер текстолит. То есть всю карту, она должна была быть новой, всю карту прогрели, в результате прогрели на достаточно некачественные расходники, точнее достаточно активный флюс, который съел практически всю маску под ГПУ, и в результате вся доска, ну, пришла в негодность, восстановить ее уже не представляется возможным. Вот, и на такое можно налететь, хотя клиент брал ее как новую, не заметил подвоха, не заметил, что пломбы там не оригинальные, потому что был не осведомлен, как выглядят оригинальные, и все пришло к тому, что, ну, теперь мы ищем доску и не знаю, найдем ли мы ее. Никто не полезет обслуживать карту, которая выглядит как новая и пришла в заводской коробке, а с учетом того, что в случае с горячей GDDR6 прокладки почти гарантированно придут в негодность за полгода майнинга, память даже в играх легко может жариться при 90 градусов, но вы этого не заметите, потому что мониторинг температур не завезли, а реальный FPS почти не будет отличаться от новой карты. Поэтому, если вы взяли себе якобы новую RTX 3000 или RX 6000 с Али, не поленитесь, разберите ее на камеру, есть далеко не нулевой шанс увидеть и сухие прокладки, и следы флюса после ремонта. Деньги вам, конечно же, никто не вернет, но вы хотя бы успеете ее обслужить. То есть, к вам что-то пришло? Удостоверьтесь, что карта новая. Как это можно сделать? На самом деле, опять же, свод рекомендаций достаточно простой. Упаковка, вскрываем, осматриваем наличие гарантийной пломбы, не поленитесь, посмотрите обзоры в интернете, как вообще выглядят гарантийные пломбы того или иного вендора, потому что иногда китайцы клеят вообще свои, а многие воспринимают это за оригинальную пломбу, которую вот точно показывает карта новая с завода. Это первый момент. Второй момент, что у любой карты можно, например, посмотреть с торца, да, и посмотреть, а что же там вообще происходит? Нет ли там следов флюса, нет ли там какого-нибудь залития или каких-то непонятных вещей, типа пыли и прочего. Но даже частенько бывает такое, что карточка реально вот в идеальном состоянии. Последний, так скажем, фактор проверить, а точно ли она новая, прям вот реально новая, это посмотреть под лопасти, ну как бы с торца тоже смотрите, под лопасти кулеров охлаждения. Если там есть хоть малейший налет пыли, то, скорее всего, карта БУ. Ну не скорее всего, она БУ. Потому что изначально она должна быть прям стерильная сама лопасть с обеих сторон. Если с обратной стороны ее там не чистят, а только сверху обычно, да, там кистью, компрессором, еще чем-нибудь, то с обратной стороны никто не заморачивается и очень часто, к сожалению, люди на этом накалываются. И это не все прелести видеокарт с Китая. Поднебесные инженеры пошли еще дальше и стали распаивать чипы от мобильных RTX 3060, 3070 и 3080 на десктопном текстолите и продавать как отличное решение для майнинга. Собственно, они тут не слукавили, такие чипы обычно идут без LHR, то есть копают в полную силу, а ограниченные лимит TDP для эфира только в плюс. Проблем с такими картами хоть отбавляй. Во-первых, чтобы они работали на Windows и выводили картинку, вам потребуется специальный модифицированный драйвер и, очевидно, через пару лет на нем большое количество игр просто не запустится. А во-вторых, сами платы, разработанные китайцами, отличаются настолько высоким качеством, что они черным по белому пишут о возможном отличии от партии к партии. Короче говоря, такие решения максимальные Франкенштейны и брать их категорически не рекомендую, даже несмотря на низкую цену. Еще один вариант заказать с Европы или США, где сейчас ценники даже ниже рекомендованных. Многие помнят немецкий магазин Computer Universe, комплектующий из которого стоили нередко ощутимо дешевле, чем в отечественных магазинах. Сейчас, увы, иностранные магазины для жителей России и Белоруссии закрыты, оплатить там заказ местными картами не получится, но опять же есть различные посредники, которые предлагают за небольшую доплату все сделать за вас, и купить, и упаковать, и отправить. А из-за низкого курса и увеличенного до 1000 евро таможенного лимита ценники выглядят просто отлично. Топовую AMD 6900XT за бугром уже продают за 45 тысяч. Однако и тут есть свой подводный камень, который называется санкции. Все дело в том, что видеокарты, как и большая часть ПК-комплектующих, являются высокотехнологичными товарами, поэтому есть далеко не нулевой шанс, что ваша видеокарта застрянет где-нибудь на таможне в Германии, и посредник вам ничем в этом случае не поможет. Можно поискать карты в Арабских Эмиратах, эта страна никаких санкций не вводила, правда работающих с Эмиратами посредников ощутимо меньше, но при желании их можно найти и также хорошо сэкономить. Не стоит забывать, что из России Nvidia не уходила, поэтому поставки видеокарт худо-бедно происходят и часто по терпимым ценам. Например, на момент записи ролика в ДНС продавали RTX 3070 лишь чуть дороже рекомендованного прайса. Там же можно было найти затычку RX 6400 за 11 тысяч рублей. Неплохая цена за эквивалент GTX 1650. Поэтому время от времени стоит мониторить скидки в магазинах своего города. Какие видеокарты можно брать новыми? Для вас мы составили вот такую наглядную табличку. Если вы бюджетный геймер и вам сюжет важнее графики, то GTX 1650 — то, что доктор прописал. Владеете при этом платой и процессором с поддержкой PCI-Express 4, можно взять дешевую RX 6400 или даже 6500 XT, которая может порадовать и высокими настройками Full HD в некоторых проектах. Но если вы хотите видеть во всех играх высокие, придется подниматься на уровень выше — до RTX 3050 с магическим DLSS или RX 6600, которая слегка быстрее, но и дороже. Хочется пощупать трассировку в Full HD и не получить консольного FPS — заглядываемся на RTX 3060 или RX 6600 XT. Помните, что любая покупка бэушной техники — это реально очень большой риск. Вы не знаете, сколько ресурса, грубо говоря, уже там израсходовано и сколько его осталось. В результате вы можете ее купить и, буквально попользовавшись неделю, легко попасть на дорогостоящий ремонт вот прямо по щелчку пальца. Поэтому в любом случае лучший, наверное, совет всегда это покупать что-то с новья, либо не расстраиваться, если вдруг видеокарточка, опять же, у вас отлетела. Что в итоге? Ситуация с видеокартами в России сейчас не самая лучшая. Даже с учетом низкого курса доллара и крипты зимы многие магазины не спешат снижать на них цены, сказываются санкции, проблемы с логистикой, но, как обычно, бывают лазейки — это и покупка БУ видеокарты на гарантии, новых через перекупов и мониторинг скидок. Однако будьте осторожны — здесь хватает подводных камней, о которых мы подробно поговорили. Небольшое объявление. Впервые за два года мы решили отдохнуть. Две недели, короче, роликов не будет. Но мы работу не бросаем. Ежедневно в нашем телеграм-канале и группе ВКонтакте вы будете получать интересные IT-новости и возможность их обсуждать. Ссылочки я добавлю в описании. Встретимся там. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Увидимся через пару недель. Пока.